Приветствую вас, и поскольку вы задавали свой вопрос в разделе психологии, то я постараюсь ответить вам на него именно с точки зрения этой науки. Неведение в личной жизни, как и неведение вообще, люди обычно увязывают с понятием удачи, то есть вот есть удача и повезет, все будет хорошо, не повезет, все будет плохо, и вы знаете, это не совсем верная точка зрения в бодийской психологии, потому что все зависит непосредственно от самого человека, и если вам не ведет в личной жизни, значит вы решаете какие-то ошибки, вы делаете что-то неправильное, и навредно наладится все у вас только тогда, когда вы эти ошибки, деструктивные элементы своего поведения, скорректируете их, уберете и замените их позитивными. И тот вопрос, который вы задали, его факт либо формат, он скорее больше подходит для раздела эсотерика, а с точки зрения психологии, можно сказать так, по общему правилу, основные условия, которые необходимо соблюдать для того, чтобы в личной жизни было все хорошо, это первое, понимание того, чего хотите вы, понимание того, чего хочет ваш партнер, позиционирование себя в отношениях, то есть какое место в отношениях вы хотите понимать, и какое место реально вам предлагают, и уверенность в себе, любовь к себе, уважение к себе, как залог того, что к вам будет относиться точно так же. То есть, если вы себя любите, уважаете и цените, то и вас будут любить уважать и ценить. Если этого нет, или вы в этом занимаетесь, значит у вас недостаточно развита самооценка, ее нужно повышать. Увышать самооценку можно только путем увеличения интенсивности реализации в разных сферах жизни. То есть, ставим цели, добиваемся чего-либо и так получаем свою самооценку. Если имеет место комплекс, то комплекс нужно разбирать. Разбивать его, устранять негативные последствия, и тогда он перестанет вам мешать, мешать вашей жизни. Дальше. Мужчина, вообще мужчина, это завоеватель. И если вы не дадите ему рядом с собой почувствовать себя уверенным, значит добивающимся вас, если вы не будете вести себя загадочным, если вы не будете для него загадки, которую ему нужно разрешить, то интереса к вам, скорее всего, не будет. Ну, опять же, нужно провести, как бы сказать, анализ ваших сильных и слабых сторон, то есть понять, какие качества у вас хороши, какие нет, какие у вас достатки, какие недостатки, чтобы понять, что вы можете мужчине дать. в первую очередь. И вот в зависимости от этого уже и исходить. Ну и, конечно, корректировать ваше поведение, потому что в нем есть, видимо, какие-то ошибки, какие-то негативные элементы, которые не позволяют вам отношения выстроить с мужчиной. Вот, примерно так вам и нужно работать. В зависимости от того, как быстро вы вот это все у вас делаете, как быстро вы начнете работать со специалистом психологической области. то, чтобы это исправить все имеющиеся у вас, проанализировать, ну, может быть. Именно на амалис, на проработку, две консультации, на корректировку того, что есть, тоже одна-две, при вашем желании работать. И дальше, научение новому поведению, адаптация к новым, так сказать, ценностям будет длиться где-то, может быть, пару недель, ну, может быть, чуть побольше. И тогда уже, в течение полугода, вы вполне можете встретить мужчину, построить серьезные отношения, и в конце полугодия, при удачном раскладе, можете выйти уже замуж. Если хотите, конечно. Вот, примерно так, с точки зрения психологии, вам и можно ответить. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой аргент, пожалуйста, сделайте его лучшим, будем благодарны.